приветствую друзья сегодня с вами посмотрим на то что происходит с биткоином с точки зрения он чейн анализа технический аспект рассмотрели в предыдущем видео и в принципе ничего особенно нас не поменялось в этом смысле после падения в район 10000 с небольшим продолжается консолидация примерно по тому же принципу как было при вот этом падении то есть видите консолидация примерно такая же была но потом началась коррекция наверх посмотрим как будет в этот в этом случае в этой ситуации надо только отметить что тем временем продолжается падение на традиционных рынках в плане драгметаллов например вот серебро у нас недавно упало золото продолжает идти вниз платина тоже снижается но биткоин пока еще держится примерно на тех же самых значениях возможно что это связано с тем что держится примерно на том же уровне и рынке ценных бумаг то есть особенно они не падают несмотря на вот это вот движение которое было в понедельник и так давайте с вами обратим внимание наше на он чейн анализ как вы знаете он чейн анализ это такое методы такие которые позволяют определять какие-то тренды связанные с активом с его ценой в данном случае биткоина да основана основана на движение капиталов и внутри его сети а именно здесь блокчейн так как эти все вещи прозрачные и доступны для анализа мы это можем использовать чего для традиционных активов на данный момент нет итак начнем мы с индикатора сопр который давно уже радовал нас своей продуктивностью ну ситуация здесь надо сказать в общем-то обнадеживающая в том смысле что здесь вот посмотрите у меня выбран семидневная скользящая средняя та которая оказывает примерно более-менее разумный результат основываясь на тех данных которые у нас были в прошлый бычий рынок ну и вот видите после того как вот здесь вот у нас момент падения с 14 тысяч долларов в прошлом году до вот этого начала слива с 10 9 тысяч вроде бы как еще сопр держался какое-то время но потом его значение ушло ниже единицы и начался этот переходный период который закончился огромным его снижением до значения на 95 и потом постепенно стал возвращаться в область выше уровня в единицу и теперь где-то начиная с мая этого года он находится выше этого уровня и отбивается от этого уровня каждый раз когда мы доходим до какого-то локального минимума и это является признаком бычьего рынка практически всегда мы удерживаем этот уровень и вот недавно после вот этого падения опять же собр у нас ушел нырнул чуть ниже единицы и вышел опять в зону выше этого уровня сейчас вроде бы держится но будет все конечно зависеть от того где что будет происходить дальше с ценой то есть теоретически если это бычий рынок то сопр намного ниже единицы уходить не должен то есть ничего вот такого происходить не должно а это в свою очередь связано с значительными коррекциями то есть либо мы уходим на там 20 30 40 процентов вниз и это будет означать что все это не бычий рынок никакой сопру идет значительно ниже и вот это будет уже нечто похожее на вот этот диапазон либо мы продолжаем рост отсюда двигаемся выше и сопр соответственно продолжает колебания выше уровня в единицу если вы не знаете что такое сопр есть отдельное видео на канале может посмотреть и то как он себя показывал в восемнадцатом году практически в семнадцатом простите 16-17 годах практически идеально на бычьем рынке он указал на локальный минимум видите тут можно считать ну порядка пяти точных указаний даже больше наверное и после которых начали начинались новые ралли так что сопр штука мощная но опять же должен отметить тот факт что на предыдущем движении цены с 14000 до там 6 и так далее тоже здесь была весьма показательная ситуация когда выглядело это как бычий рынок однако все это накрылось медным тазом поэтому все равно нужно относиться к этому с осторожностью продолжим товарищ ки юн джу который является сотрудником компании крипто квант который анализирует также различные параметры он чем данных для биткоина указывает на то что настоящее время некий параметр который называется отношением китовым таким отношением уэл рейчо на биржах в принципе это означает то что количество активов криптовалютных активов на биржах стороны крупных кошельков вот это отношение она очень низкая но как видите по истории чем она выше тем более вероятно у нас движение цены вниз то есть она была высоким перед дампом в 17 в 18 году она была низким перед ростом в девятнадцатом году потом поднялось до своего пика в начале двадцатого года ну то есть корреляция весьма показательная и сейчас она очень и очень она это соотношение очень низко даже ниже чем было в апреле девятнадцатого года то есть автор этого твита наикает на то что нас ожидает некое вот такое движение как было до этого в прошлом году посмотрим конечно но корреляция весьма весьма интересная небезызвестный всем вилеву также относится весьма положительно к текущей ситуации по он чейн данным здесь вот например он приводит такую метрику который называется changing hands но то есть это по сути скорость обмена биткоинов между различными адресами то есть интенсивность торговли в том или иной мере очень похоже на ход луэйвс в каком смысле на коротких таймфреймах но и вот здесь видите он тоже показывает максимумы которые были в какой-то момент и соответствующее движение цены вот сейчас как будто бы завершился очередной период всплеска вот этой активности и он считает что согласно вот этому вот паттерну этой последовательности с ожидается скорее всего движение вверх ну и и другие вещи он тоже рассматривает скажем вот это вот кривая вернее даже серия кривых которые называются bitcoin difficulty ribbon сложность майнинга биткоина он отмечает что после халвинга вот это вот плотность их сужается увеличивается и так было и после вот этого халвинга после этого халвинга это как правило приводила ну или по крайней мере предвещала предвосхищала рост цены долгосрочной перспективе при этом конечно же нужно иметь ввиду что на самом деле вот эта зависимость сужения после халвинга она естественно потому что уменьшается наград за майнинг увеличивается сложность после халвинга так как большое количество народу манит ну и движение цены на самом деле не должно иметь прямой корреляции но статистически оно присутствует так что вот вилеву настроен положительно ну и говорит о том что тоже вот рвити рейши в отношении рвити тоже еще весьма и весьма низко то есть есть вполне куда расти до нового максимума у нас еще очень много много пространства пока это отношение не коснется вот этого вот условно вот этой зоны на которой наступает максимум цены биткоина согласно исторической перспективе ну и еще один момент давайте посмотрим еще на один твит от киен джук из крипта кван он приводит данные такого параметра как индекс позиций майнеров что это такое это по сути отношение отток капитала страны майнеров выраженных в долларах в долларах к его скользящей средней на 365 днях ну по сути на практике это означает то что когда у нас майнеры начинают выводить средства это приводит к тому что рынок у нас падает потому что на майные биткоины продаются ну и оказывает давление на цену таким образом она идет вниз ну и вот видите тут приводится определенная корреляция тоже то есть на пиках вот этого соотношения цена тоже примерно была где-то в максимуме своем локальном в своих локальных максимумах и после этого она падала ну и сейчас он говорит что ситуация несмотря на то что вроде бы как она дошла эта метрика до определенного максимума но при этом падение цены особенно мы не увидели и сейчас мы начинаем снова вроде бы как возрастать то есть давление продавцов страны майеров на самом деле сейчас не хватает чтобы основить движение бычьего рынка который у нас начался с марта но мнение вот этого товарища этого аналитика ну и наконец последние данные которые тоже хотел вам показать это минимум на вот этой кривой которая представляет собой количество активных пользователей на биржах которые внесли депозитом биткоины и видите она там колебалась какой-то на каком-то промежутке и сейчас пробила так сказать линию поддержки если можно так выразиться касательно этой метрики находится на минимуме трехлетнем минимуме своем несмотря на то что цена вроде бы растет интерпретировать это можно так что все меньше и меньше становится активных трейдеров торговцев и люди просто перестают пытаться что-то сделать своими вложениями и сбережениями в крипте и они просто-напросто холдят соответственно те кто холдят они не продают если они не продают значит нас нет опять же давление стороны продавцов и это тоже бычий знак в общем практически все что я вам сейчас сегодня показал это в той или иной мере являет собой некую положительную тенденцию какие-то маркеры положительные на то что мы видим сейчас с ситуацией в плане ончейн анализа касательно цены биткоина но должен вам сказать что опять же стоит относиться к этому весьма осторожно во первых потому что эти вещи отыгрывают себя на долгосроке то есть да может быть через там два года к примеру мы действительно увидим максимум и все кто указывал на эти сигналы скажет что вот ну видите ончейн был положительным и бычим может быть это случится через два года может через год может через месяц то есть тайминг в этом смысле это очень и очень скользкая вещь до этого момента вполне могут конечно какие-то проливы но опять же суть в этом в том что если вы ищете подтверждение бычьих настроений в долгосрок и думаете стоит ли там продавать сейчас и перезакупать через там год или сколько то то наверное вот эти факторы они говорят в пользу обратного что холодить наверное разумнее сейчас чем продавать и пытаться откупить какое-то десятое дно но опять же это лишь он чейн анализ и мнение тех аналитиков которые его представляют как помните вот здесь вот он тоже был очень положительный и мы увидели вот эти два ужасных падения так что тут и какие-то моменты были стороны того же скам проекта пластокен что нельзя учесть никаким там не техническим не фундаментальным анализом поэтому трудно что-то говорить наверняка но вот такие данные есть и их я думаю стоит тоже знать на этом все на сегодня в конце хочу отметить что у нас 29 сентября старт стартует конкурс на платформе snap x чемпионат с большим призовым пулом чем больше народ тем больше будет пул есть на своя команда там всего пока три человека но если вы присоединитесь наберем хотя бы человек 10 то будем торговать и будет у нас шанс получить большое количество призов так что присоединяйтесь ссылки будут в описании что присоединиться вас переходить по ссылке входите своим логином в платформу вам не обязательно быть моим рефералом можете просто зарегистрироваться но ссылка реферальная тоже будет в описании если у вас нет еще аккаунта после этого вас приведет на такую страничку а увидите нашу команду нажимаете join team и таким образом вы присоединяйтесь к торговле уже в рамках нашей команды так что если получится будем стараться сделать какой-то нам дополнительный кэш на прибыльных сделках телеграме будем писать все эти вещи обсуждать и так далее но у меня на сегодня все буду бежать вас в курсе по поводу того что происходит биткоин какие-то важные события или интересные торговые сетапы ситуации а вам удачи торговли увидимся следующем видео пока